Музыка Привет, это инспектор гаджет и внутренний голос Привет всем! Ах, что-то давно мы не говорили о еде Ну, точнее, мы никогда не говорили о еде Пора исправляться Голос! Ты как относишься к СТГ на тему еды? Это как это? Что, бывают тупые съедобные гаджеты? Не совсем! Сейчас всё поймёшь? И вы, кстати, тоже Для тех, кто ещё ничего, кроме кофе, в себя не пихал Представляю самые тупые гаджеты Они же СТГ, которые нельзя съесть, но очень хочется Для начала, вот, полюбуйтесь Нет, конечно, отлично, если девушка вас встречает дома именно в таком одеянии Но лучше бы либо с нормальной едой, а не пластиковой Либо вообще без ничего А что снизу этого костюма? Ха, я ведь так и знал, что ты спросишь Предполагаю, что либо с туси, либо роллы с тунцом Ладно, Голос, пора тебе разбавить это гастрономическое безумие Готов? Ха, согласен Поехали Lenovo IdeaPad Y330 Disney Производители ювелирной продукции очень любят зомбировать клиента словами «Любишь? Подари!» И ведь крыть нечем Приходится дарить все эти колечки, серёжки и кулончики с брюликами Вот и компьютерные компании пошли по этому скользкому пути Lenovo выкатила ограниченную серию ноутбуков IdeaPad Y330 Disney Отличный пример гламурного НЛП Главная особенность – не процессор и не экран, не память и не диск Основная фишка этой игрушки состоит в том, что она украшена картинками сказочных замков из мультиков Disney И предназначается для принцесс Для наивных дурочек, ой, девочек, которые спят и видят себя принцессами Disney Узоры нанесены на крышку и под клавиатурой Общий стиль дополняется экранными заставками и специальной принцессной темой оформления винды В комплекте также есть набор казуальных игр, явно рассчитанный на ту самую блондинку из анекдотов Сам по себе аппарат вполне приличный Хорошо проработанная конструкция, да и напичкан неплохо Процессор Intel Core 2 Duo Оперативная память до 4 ГБ Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 3450 с видеопамятью 256 МБ Жесткий диск до 320 ГБ Ноутбук оснащен широкоформатным 13-дюймовым дисплеем, оставляющим двойственное впечатление С одной стороны экран совершенно не бликует на свету и совсем не маркий С другой стороны, а точнее с обеих сторон, сверху и снизу, смотреть на него невозможно Только под прямым углом, область обзора подкачала Из чисто технических фишек можно отметить технологию распознавания лица VeryFace, HDMI-выход, модули Wi-Fi и Bluetooth и звуковую подсистему Dolby HomeSitter При этом машина не тяжелая, чуть больше двух килограммов весом и не громоздкая Правда, вот батарейки хватает в среднем часа на три Обычный, в общем-то, ноут 1000 за 25-30, который разукрасили картинками, в расчете на восторге поклонниц Диснея Подойдет в основном принцессам цифрового мира, которые любят либо Васечке посидеть, либо киношку какую посмотреть Современные игры на аппарате идут со скрипом, но при желании можно и погамывать Вот только зачем это принцессам? Продолжаем истекать слюной На очереди целая тарелка гаджетов На первый взгляд, это обычные куриные ножки и бекон Он нет, это обычные флешки Знаешь, Голос, я давно хотел выяснить, кто делает подобную глупость Мне кажется, это те же люди, кто делают пластиковые какашки для магазинов приколов Ну, в общем, если хотите, чтобы у вас торчал из компа кусок мяса, то девайс определенно для вас Голос разбавишь? Конечно, на очереди еще один скучный обзор гаджета Отлично E-Grate EGM32B С тех пор, как команда Sigma Designs выкатила целую серию специальных мультимедийных плееров В Китае их не делает разве что только ленивый У кого-то получается лучше, у кого-то хуже Что называется, танцуют все В результате таких плясок и получаются подобные девайсы Изготовитель именует сие изделие сетевым мультимедиатанком Этакое хранилище мультимедийной коллекции С возможностью ее просмотра без загрузки на компьютер Аппарат позволяет смотреть фильмы в Full HD Есть слот для DVD-дисков Но DVD-привод в комплект не входит Так что придется его покупать и монтировать самому Набор портов тоже хорош HDMI 1.3, Ethernet, оптический, цифровой и аналоговые аудиовыходы S-Video, компонентный видеовыход За отдельную плату Wi-Fi С форматами проблем тоже не отмечено Даже матрёвку понимает уверенно При наличии винта, плеер превращается в мощный сетевой медиасервер Слушать музыку, просматривать фотографии не проблема Выглядит, надо признать, симпатично Черный, глянцевый На передней панели экранчик-индикатор На котором понятно и наглядно изображается текущий режим работы устройства Управляется со специального пульта Правда вот качество исполнения слегка пугает Плеер при работе постоянно дребезжит А когда берешь его в руки То складывается ощущение, что этот танк вот-вот развалится Меню простое и понятное, но слегка тормознутое Зато на русском языке Есть даже браузер Можно подключить USB-клавиатуру Вроде бы все неплохо Но этот гаджет не может самостоятельно определить тип подключения Если у вас нет ничего, кроме кабеля HDMI Вы будете созерцать только начальную заставку За это девайс получает от нас дружеский пинок Плюс немного пугает качество сборки Дребезжание внутри устройства И необходимость докупать жесткий диск CD-ROM и приемник Wi-Fi Хотя для не очень придирчивых Танк вполне подойдет Мощная игрушка за 15,5 штук Слушай, Голос, ты еще от моих рассказов кушать не захотел? Захотел Отлично, сейчас перехочешь Еще один тупой гаджет для всех голодных Ау Его что, придумали феминистки? Не то слово Это ж надо было У меня такие неприятные ощущения всегда возникают Когда я вижу эту картинку Голос, а ты? Ага То есть, ага А что с тобой, а? Вот мне интересно А как будет выглядеть женская фигурка для барбекю? Ну ладно Голос, ты там вся пришел? Да Ну вот и продолжай Sony Ericsson C905 Симпатичный телефончик Правда, немного необычный С одной стороны, это, конечно, телефон С другой, фотокамера А с третьей, вообще, мини-GPS Телефон выполнен в форм-факторе слайдера И с виду напоминает фотоаппарат Фоточасть, конечно, особенно впечатляет Не зря полное название этой модели Sony Ericsson C905 Cybershot Разрешение камеры 8 с лишним мегапикселей Есть ксеноновая вспышка И даже специальные фичи для улучшения качества съемки На задней панели шторка, прикрывающая объектив Минус ее только в том, что, открывая объектив Вы почти всегда смачно проедетесь по нему пальцем В камере также есть весь спектр фототехнологий Сонерика От автофокуса и системы распознавания лиц в кадре До серийной съемки Реализация GPS талантов обеспечивается Картами Google Maps и программой Wayfinder 8 Однако, ничего особенного Google Maps как Google Maps Что касается непосредственно телефоней То тут мы имеем дело с вполне стандартным Современным телефоном Игрушки и прочие финички в ассортименте Правда, тут нас поджидала засада Во время игры в теннис аппарат безнадежно завис И нас спасло только извлечение аккумулятора Зато есть MP3, FM-радио, Bluetooth, работа в сетях 3G и даже Wi-Fi Дизайн тоже не подкачал Sony Ericsson наконец-то сделала нормальные, хорошо различимые на ощупь кнопки управления Клавиши цифровой клавиатуры похуже Сделаны в виде выпуклых полосочек Но в общем терпимо Единственное, что смущает, это качество сборки Задняя панель выполнена из тончайшего, чуть ли не с лист бумаги, пластика А между панелями слайдера есть небольшой люк Хотя в целом аппарат вполне себе крепенький Итого, что мы имеем, как говорится, с гуся Камера очень неплохая GPS, ну, так себе Телефонная часть и общая навороченность на твердые 4 балла В пассиве специфичный дизайн Не очень хорошее качество сборки Проблемы с софтом Ну и цена высоковата 19 с лишним тысяч рублей Явный перебор А сейчас я подытожу хит-парад СТГ, который нельзя съесть А это-то тут вообще при чём? Как при чём? Каннибализм! Фу, гаджет, су, блин С вами был Инспектор Гаджет И помните, я договаюсь до правды Чмаки! Пока! Су, блин Каннибализм! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok